И мы будем, я буду задавать разные вопросы доктору Виталию Носу одновременно, если у вас тоже будет вопрос, можете написать, когда будет возможность во время этого прямого эфира, мы будем отвечать на эти вопросы. И 20.00, как немецкое время, уже начинаем. Дорогой доктор, первый вопрос будет об этом. Интересен вопрос работы с гипсом, особенности и нюансы. Пожалуйста, информируйте нас об этом. Изготовление модели, это самый главный этап. Я, честно говоря, был поражен, когда вот прихожу в лаборатории и вижу отношение немножечко к работе с гипсом халатное. Гипс хранится не в правильных, ну скажем, у меня есть определенные такие пластиковые резервуары. Мы туда пересыпаем гипс, закрываем его плотно. Это обязательно. Потом мы всегда используем воду, которая, ну, желательно дистиллированную. Мы пропускаем ее через такой отстой, ну, даже не отстойник, это, скорее всего, система обратного осмоса. То есть мы через определенный крантик воду набираем и обязательно в гипс добавляем очень фильтрованную воду. У нас всегда есть весы, есть запасные весы, которыми мы пользуемся для того, чтобы взвешивать пропорции жидкость и порошок. Это очень важно, потому что гипс имеет одно свойство. Он всегда расширяется. И если условия хранения нарушаются, это расширение становится неконтролируемым. Вот то значение, которое написано на упаковке, это значение получено в лабораторных условиях, при определенных, так сказать, ну, может быть, температурных условиях. Это люди делали из свежей партии для того, чтобы получить максимально качественные значения. Что они борются за сотые в расширении фирмы между собой. Приходишь в лабораторию и очень часто можно увидеть, вспомогательные модели, ну, допустим, антагонисты, это не основная, не рабочая модель. Люди заливают из гипса, который для этого не подходит. Это может быть гипс просто даже алибастровый, может быть медицинский. Это вообще запрещено. Но, если заливать антагониста из третьего класса гипса, то у него расширение, оно исчисляется, ну, скажем так, значениями в 3-4 раза больше, чем гипс четвертого класса. Антагонисты в любой несъемной конструкции должны заливаться только из того же гипса, из которого изготавливается мастер-модель. Ну, заливайте хотя бы зубной ряд из этого гипса. Потом уже цоколь делайте, ну, как говорится, из того гипса, который вы можете покупать гораздо дешевле. Я проводил анализ, в моей лаборатории долго третий класс гипса использовался, потому что я работал в муниципальной поликлинике, я тогда еще на всем экономил. Получается, что я провел сравнение мешок 25 килограмм четвертого класса гипса и стоимость мешка третьего класса гипса 25 килограмм. Разница получилась чуть меньше двух тысяч. Так почему тогда из 25 килограмм я могу получить, вы представляете, сколько там 100 грамм идет на антагонисты? Какое количество моделей, но качество абсолютно разное. То есть вот та твердость поверхности по витерсу, которая измеряется через 2 часа, у четвертого класса будет на порядок выше чуть ли не в 2 раза, чем у третьего класса. Я рекомендую, первое, это конечно использовать антагонисты только того же класса гипса, как и мастер модель. Второе, я долго пользовался пинами. Бипины, Акутрек, хорошая кстати система, когда у меня заканчиваются плашки на гироформ, я все равно возвращаюсь к Акутрек системе. Но я пришел к выводу, что в свое время профессор Мешки мне помог купить станок для изготовления модели, которая называется гироформ. И я начал вырезать именно в плашках пластиковых отверстий с помощью сверла, вставлять туда металлические пины и получил именно зубной ряд из гипса, основание из пластика и уже потом специальными магнит-платами пригипсовать к артикулятору. Недостатком этой системы является, что очень тяжело спозиционировать цоколь. И бывает, что мои ребята заливают, немножко знаете, не по уровню стоит модель. Вот это такой вот нюанс. Второй нюанс, нужно всегда стараться через 25 минут, через 30 минут выбить зубной ряд из плашки. Когда ребята, я прихожу, оставляют это на ночь, для меня это шок. Ну то есть, это просто расширение гипса произошло, но оно нарушило конфигурацию этих пинов в пластике. И потом вот эти пины начинают болтаться и вываливаться. Ну, это вообще, конечно, никуда не годится. Плацфорация нужна, чтобы отношение к изготовлению модели было максимально качественным. Если говорить об антагонистах, тогда мы получаем очень часто альгинатные оттиски. Альгинатные оттиски необходимо присыпать гипсом или замачивать в воде из-под триммера, чтобы удалить альгиновую кислоту. И после этого, когда заливается гипс, альгинатные оттиски запрещено переворачивать. То есть, нужно оставлять, чтобы гипс был наверх. Тогда он осаждается непосредственно в слепок. Моей лаборатории, моему ученику, профессору Мешки, за то, что он перевернул альгинатный слепок, и мои ученики, и мои друзья это знают, эту байку, он даже подошел и своим 47 размером дал, так сказать, пинок по очень мягкому месту. И это было не очень приятно, но я на всю жизнь сделал урок, что я никогда не буду переворачивать альгинатные слепки. Конечно, я стал добрым, если мои техники переворачивают, я их уже не бью. Но ничего страшного, и думаю, надо вернуться к этой практике. Спасибо Вам за интересную и очень полезную информацию. Второй вопрос будет об этом. Что помогает технику лучше видеть границу препарирования? Вот. Граница препарирования никогда не должна остатки короны. Еще пока мне здесь из легких выкашливают, да шучу. Получается, что всегда нужно открывать шейку только под увеличением. Я очень часто видел, когда техники стараются полагаться на свое зрение. Но то, что дает увеличение, хотя бы это должна быть техническая лупа. Это должно быть приспособление в виде увеличительного стекла со светодиодами. Вот такое есть, допустим, у Леопольда Александровича. Я в свое время купил дорогую лампу в Германии. Мне ее посоветовал мой учитель, это Ниль Спюльшнер. И он сказал, что вот эта лампа, она имеет очень хорошее стекло. Именно зуботехническое. И она стоила достаточно недешево. Вот Леопольд Александрович купил китайскую за 5000 рублей и через 3 месяца одел очки. Теперь, смотри, ты в очках, но ты, может быть, их носишь для солидности, да? А Леопольда просто из-за слабой линзы села зрение. Поэтому я, ребята, рекомендую. Используйте только качественное стекло, чтобы у вас зрение не страдало. Но увеличение должно быть обязательно. Если мои техники без увеличения проходят шейки, я думаю, что такую работу мы будем переливать и переделывать. Потому что много нюансов сразу открывается. Отлично. Как правильно использовать компенсационный слой под цемент? И какая у нее должна быть толщина? Смотрите, у нас сегодня существует две технологии. Это цифровой метод. Там выбирается толщина цемента. Ее задает оператор, который, скажем так, с помощью курсора может уменьшить или поставить в каких-то значениях, которые на усмотрение. Мы всегда раньше использовали такой лак, который покупали. И он напоминал больше лак для ногтей. То есть есть кисточка, есть обязательно к этому лаку какой-то фирменный ацетон. И вот я старался, знаете, как бы пользоваться всегда свежим лаком. Или покупал именно этот ацетон для этого материала. Потому что когда мы пытались сэкономить, брали лак для стирания ногтей, он бывало сворачивался. И мы выкидывали. Компенсационный слой нужен обязательно. Потому что он дает первое. Это возможность появиться цементной прослойке. Наши с вами цементы, они все равно дают толщину. И очень часто бывает, когда мы стремимся к очень, знаете, такой сильной точности, то эта точность только на модели. Когда врач-стоматолог фиксирует эту коронку в полости рта, у него очень часто происходит завышение. И Масихира Кувата проводил исследование. Они взяли несколько коронок, но вклеивали эти коронки на штампике с разным видом уступа. Вот допустим, уступ прямой, ну такой желобовидный может быть. Уступ бевел или без уступа, ну такой достаточно прямой зуб. Когда они вклеивали в лабораторию, одев на штампике, они потом брали и коронку вместе со штампиком пилили пополам. И замеряли именно толщину самого цемента. И вот чем больше отклонялся в сторону прямого уступа дизайн, тогда в толще становился цемент. Это главный фактор. Вот здесь нужно смотреть. Я всегда смотрю, какая форма уступа у моего доктора. Тогда я изменяю непосредственно сам слой компенсационного лака на его увеличение. То есть чем больше прямой уступ, у него будет чуть-чуть больше идти компенсация цемента. И очень важно обратить внимание, каким образом у вас врач-стоматолог снял оттиски. Какой у вас материал. Если оттиск одноэтапный, ну то есть два слоя сняты, допустим корректура и база, сняты одновременно, это асиликоны, тогда можно толщину лака сделать меньше. То есть вот в этих оттисках очень много утяжек из-за того, что врачи-стоматологи не всегда контурируют ложку. Ну нужно немножко работать с краем, чтобы давать гидродинамику материала. А вот врачи, ну немного не дают возможности. И тогда все экваторные зоны на зубе имеют утяжку. Это недостаток, мне это не очень нравится. Второй тип оттисков, это конечно двухэтапные, двухслойные. Снимается сначала база, а потом коррегирующий слой. И очень часто бывает, что у меня из-за компрессии, я вижу прям, или стеночки какие-то затирают корректуру. В этих местах образуется именно место, где зуб очень плотно прилежит к базовому слою самого материала. Вот там нужно обязательно лак наносить гораздо толще. То есть это нужно выблокировать, нужно в этом месте наносить может быть два, может быть три слоя, может быть четыре слоя лака. Все зависит от того, какой вот, ну вы видите, затир. Прежде всего я смотрю в слепок перед заливкой и ищу все места, где отсутствует коррегирующий материал. Я эти места запоминаю, если я уже плохо помню, я записываю. Но в эти места потом я всегда говорю техникам, что нужно обязательно добавить несколько слоев лака зубным техникам, которые наносят. Или допустим я сам подмажу. Или у доктора коронка не сядет. Это очень важно. Компенсационный слой, и даже как бы сейчас уже можно сказать, Джон Койс заявил о том, что толщина компенсационного слоя должна быть в работе. У зубного техника в несъемных конструкциях в пределах 100 микрон. Дайте толщину для цемента. Сейчас такого класса цементы, что по большому счету, ну, мы получим все равно достаточно точную работу. В своей книжке, я вот очень люблю книгу, считаю ее как бы вот именно технической библией. Это книга Мартиньони. Точная припасовка несъемных конструкций. Я просто считаю, что эта книга должна быть как бы настольная, как библия у любого зубного техника, ученика. И я вот был недавно на учебе у Диверджа Никедзе в Москве. Мне очень понравилось, что он указал на эту книгу даже для врачей как настольную. Для того, чтобы они понимали, что такое точность краевого прилегания. Ведь если врач не знает, как оценить техническую работу, если он не знает нюансов литья, моделировки, формирования вот самого пришельчного края, он тогда просто-напросто не сможет сделать качественную работу. И вот оттиски, гипс, это то, с чего нужно начинать. Техник должен научиться принимать только качественные оттиски, а работать с гипсом. И он должен научиться. И вы знаете, в лабораториях, в очень серьезных, на заливке и в гипсовочной работают самые опытные техники, которые могут эту модель сделать идеально. Это самые опытные, самые старые техники. И я вот, если меня вот выгонят в моей лаборатории, да, я там уже ничего не буду делать, я пойду в гипсовочную. Я там всегда пригожусь, потому что я хорошо залил гипс, потому что я знаю, что здесь всегда должно сердце колотиться. Не дай Бог, где-то будет порочка, значит, тогда придется переделать работу. Отлично. Дорогой доктор, у нас есть вопросы здесь. Да. Леопольд Черномасте соединился, нашел время. Отлично. А как тогда правильно вкладки моделировать? Нужно покрывать лаком модель? Точная припасовка, несъемных протезов, клинические и зуботехнические этапы. Вот, зубтек-32 для Вас. Еще раз, пожалуйста, вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Сергей Малеев, он спрашивает, а как тогда правильно вкладки моделировать? Нужно покрывать лаком модель? Вкладки вообще умеют делать единицы. Мне в свое время повезло работать, он с нашей лабораторией работал, и как раз вот Александр Веревкин был закреплен за доктором. Доктор такая, вот знаете, вот у него фамилия Байческо, я очень в свое время, мы сейчас не сотрудничаем, я очень любил этого доктора, потому что она была очень сильный перфекционист. И как-то она сказала, я, говорит, ваши вкладки проверяю рентгеном, и вы единственная лаборатория, у которых прилегание, ну, как бы вот по всему ходу канала практически идеальное. То есть, не такого, что наша вкладка, она короткая, а тут у нас цемент. То есть, наша вкладка должна дойти до того места, как доктор проснял. Все, что он проснял, мы должны повторить в металле. Первое, что должен сделать зубной техник. Чтобы качественно залить оттиск, он должен снять с него напряжение. Ну, мы пользуемся, допустим, мыльно-спиртовым раствором, аурофилм. Пшикаем, сдуваем, чтобы поверхность оттиска была более-менее сухая. И начинаем заливать гипс. Вот когда вы заливаете гипс, у вас остается ваш канал, ну, допустим, сейчас он из силикона. Он остается, вы заливаете гипс, но вы доходите гипсом только до самой вершины. Но заливать его гипсом сверху запрещено. Вы заливаете весь оттиск, а вот там, где был канал, вы оставляете его на уровне гипса. И когда вы вытаскиваете оттиск, у вас остается маленькая дырочка. Вот теперь вы обязательно должны взять именно лак. Я беру лак, вношу его на кисточки в канал, подхожу к давлению, где есть воздух, и продуваю. И вот в это отверстие у меня выходит лишний лак. Можно сделать так один или два раза. Но запомните, если вкладки отливаете не вы, а отливает ваш литийщик, кентярик, еще кто-то, он сделает вам плохо. Потому что он вашу вкладку приклеит к коронкам. Этого делать никогда нельзя. Вкладки всегда отливаются отдельным расширением. И для нас отливка вкладки – это искусство. Чем меньше доктор тратит времени на ее посадку, тем более не пришлифовывает, тем больше шансов, что это не будет расклинивающий эффект внутри зуба. Потому что плохо изготовленная вкладка – это как бомба замедленного действия. Вы не знаете, когда пациент у вас сильнее накосит и расколет этот курень. И очень часто бывает, что мы забываем про опорный уступ при препарировании, забываем про феррул-эффект при препарировании под вкладку доктора, да? А потом, получается, техник додумывает границу в десне, моделирует на вкладке еще и уступы. И вот эта вкладка тем более должна быть максимально точной, чтобы на нее еще шла опорная функция. Поэтому для вкладок мы используем расширение не больше, чем 40%. Это относится к золоту, это относится к кобальту. Мы никогда вкладку не отливаем расширением для коронок и мостов. Это просто запрещено. Наш друг спрашивает, какой лак, сколько МК? Смотрите, вот здесь вопрос зависит от того, какой у вас поставщик. Самый лучший лак, который продавался когда-то во всем мире, это был Вита-Инсарам. Но теперь его не купишь. Он есть только в одной лаборатории, это Лео Дент. И он сохранился только у Леопольда Черномас. И вот когда начнутся голодные бунты, я пойду, конечно, и возьму с друзьями. Мы возьмем его лабораторию, клинику штурмом. Заберем у него этот лак и будем им работать. Потому что тогда уже будет паника. У него вот это самый лучший был лак. То есть получается, что другого лака лучше вы не найдете. Сейчас мы пользуемся лаками Ренферт, мы пользуемся лаками Аль Денте. И это те лаки, которые требуют, ну знаете, такого перемешивания. Это лаки, которые требуют наличия специальной жидкости для их замешивания. Вот если я покупаю, допустим, ну не хочу рекламировать фирму Эхо, она в рекламе не нуждается, но я покупаю, допустим, Аль Денте. Я знаю, что мне нужно тут же купить сразу жидкость, которая идет, для того, чтобы этот лак разбавлять. Иначе вы просто лак испортите. Он загустеет и станет сворачиваться. То есть вот нельзя на этом экономить. Очень хороший Аль Денте, Ренферт, ну не знаю. Вы знаете, вот вы можете спросить у моего поставщика, мы сподсчитывали, что уже с ним работаем больше 22 лет, Сергеем Корнюшиным. И вот то, что он мне привозит, вот к тому я приспосабливаюсь. Но если на коробочке написано 7 микрон, 10 микрон, 12 микрон, это когда вы открыли и неделю работаете этим лаком. Но он у вас постепенно загустел, 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 и вот там микроны у вас увеличиваются. Я стараюсь наносить всегда два слоя лака. Я если вижу штампик от препарированной доктором, и у меня есть горизонтальные бороздки, это говорит о том, что у этого доктора препарирование закончилось зеленым бором. Значит я должен обязательно выблокировать, чтобы я не видел этих рисок. Если вы один слой лака нанесете, и вот он у вас впитается, и вы увидите вот эти риски, значит у вас работа не сядет. В свое время профессор Мешки мне на это указал. Он сказал, что, говорит, зачем ты принимаешь такие работы? Я говорю, а как? Это как? Он говорит, ты должен вернуть, чтобы доктор прошелся красным бором. Я говорю, красным бором? Так для этого нужен повышающий наконечник, турбинка, уже не подходит, это должен быть электромотор. Он говорит, да. Я говорю, это муниципальная поликлиника, идите, расскажите моим докторам, они работают на установке ЮНИП, у них только турбинка и два сопла там. Это, говорю, невозможно. И тогда он мне сказал, ты должен много наносить лака, у тебя не будет садиться литье. И я стал мазать. И я после этого понял, мои доктора стали приходить и говорят, литье село, литье село. И я понял, надо мазать, 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 потому что лак дает возможность вам пассивно посадить мост. Это обязательно. Отлично. Следующий вопрос будет у нас. Что предпочтительно, восковые или адапта-колпачки? Вы сейчас сказали адапта, ага, это запрещенное оружие. Это же, его нельзя произносить вслух. Это сейчас все услышат. Вы знаете, я с адапта познакомился, в то время это было середина 90-х годов. Это время, когда были, ну, мы их называем керамисты, да, то есть люди, которые в городе, там, несколько человек, да, занимались, там, Виктор Плаксин, у нас, допустим, Малиночка, ну, щупец, у нас были такие техники, которые занимались керамикой, и их были там единицы, и все знали, да. И я попадал всегда в ученичество к ним. Ну, я умел заливать слепки, я мог сбегать в магазин за закушкой, но я был незаменимый человек. И такого человека всегда, как говорится, держали при лаборатории. И я смотрел, что такой человек всегда работал адаптой. Он имеет вес в городе, он имеет авторитет, и я смотрю, что он работает адаптой. И тогда я купил адапту и стал делать колпачки. То есть я, получается, понял, что вот эта точность, предсказуемый результат, он очень сильно может повлиять даже на результат вашего уже литья. Если у вас существует необходимость сделать золотую работу, работу на золоте, конечно, я буду делать ее из адапты. Здесь даже никак не обсуждается. Потому что адапта на сегодняшний день это золотой стандарт. Она первая дает всегда равномерный слой, именно который имитирует подложку под цемент. Это красная фолия. Потом у нас с вами имеется белая фолия, которая при вытяжении всегда будет проливаема на золоте. Всегда. То есть она не будет меньше 0,3. И вот, когда мы начинаем уточнять сервикальный край, мы получаем стабильный колпачок. Мы можем его снять, одеть, снять, одеть, и он у нас не играет. Я могу транспортировать такой каркас, и он у меня на перепадах температуры не будет никак работать. То есть вот, ну, деформироваться. Со временем я понял, что зубным техникам не нравится сидеть с ножничками, обрезать, они ищут легкие пути, они могут перевести сразу несколько этих неправильно вдавить вот этих вот заготовок. Мы перешли на воск. Но я хочу сказать, что самое главное вот здесь для меня, я по воску или по адапте могу оценить, насколько себя уважает зубной техник. Это для меня очень важно. Я за все свое время я никогда не досыпал погружной воск в воскотопку. Потому что в воскотопке уже воск испортился. И если я туда досыплю, но мои техники имеют право досыпать, но чтобы я этого не видел, потому что бывает заканчивается, да. Вот этот воск уже, он имеет там пикосеп, вазелин, и мы его портим. И когда я включаю воскотопку, и чувствую, что там уже воск на дне, я беру и достаю этот погружной воск на первых секундах, когда воскотопка включена. И его откладываю для того, чтобы моделировать абатменты, еще что-нибудь, подклеивать уже мосты. И вот я засыпаю новый воск. Я работаю всегда свежим воском. Я себя уважаю. Я хочу, чтобы у меня воск был такой, что я его опустил, вытащил, и у меня внутри никогда не было вот колец, и у меня никогда не было того, что у меня один уголок остался без воска. То есть, знаете, воск как раз, и капли на шейке весь собрался. Самое главное, что вы должны научиться прогревать гипсовые штампики перед погружением в воскотопку. Когда вы работаете с адапта, этого делать не нужно. Но если вы работаете с погружным воском, это искусство. Погружной воск нужно обязательно содержать в той температуре, которая указана на банке. То есть, у вас должна быть воскотопка регулируемая. Я помню те времена, 90-е годы, когда я радовался, что я в мелотовой ложке расплавил воск. Что там был за воск? Это была катастрофа. Я туда все кидал, лишь бы сплавить. Мадевакс, все, литниковый воск. Я потом макал. Но сейчас у меня все воскотопки с регулированными значениями по температуре. Я выставляю температуру такую, как написано заводом-изготовителем. Это очень важно. И получаю стандартные. Вот смотрите, первое правило. Вы должны обязательно нагреть штампик. Даже просто положите на воскотопку. Положите его на лампу. Но вы должны штампик прогреть. Он должен быть теплый. Второе. Вы должны использовать не толстый слой пикосепта. Потому что толстый слой пикосепта дает вам то, что воск не будет прилежать по шейке плотно. Вы должны нанести и сдуть лишний пикосепт. Просто убрать, сдуть его. Потом только макать воскотопку. И, конечно, третье. Всегда старайтесь, если воск заканчивается, менять его. Никогда не применяйте, что вы досыпаете в старый воск, новый. Уважайте себя. Это самое главное. А адапта? Адапта это то, что делает человека самым лучшим техником в городе. Потому что все, кто работали в свое время на адапте, это те техники, которые сделали себе имя. А вот теперь посмотрим, на чем. А я думаю, что на адапте. Это секретное закрытое оружие бега. И поэтому нужно подумать, стоит ли вам переходить на него, чтобы стать лучшим техником в городе. Спасибо вам за эти ответы. Одновременно у нас есть вопросы из наших подписчиков. Вот следующий вопрос. Как правильно смоделировать винир под пресс? Как пройти по щеке, чтобы воск не отходил? Вот. Первое условие. Всегда, когда вы достаете штампик из воскотопки, вы должны дождаться, чтобы у вас очень этот воск хорошо остыл. Многие оставляют воск под уступом. Ну, вроде бы, как колпачок стабильнее сидит. Но если мы говорим о винирах, тогда получается, что у меня очень часто бывает, они между собой не садятся. То есть, приходится все равно убирать. И я делаю таким образом, что моделирую всю морфологию и когда я уже закончил моделирование по воску и закончил непосредственно придавать форму, я всегда срезаю полмиллиметра, один миллиметр пришейчной области воска и подливаю цервикальный воск. И вот здесь всегда нужно моделировать таким образом, чтобы у вас было окончательное моделирование уступа, но форму вы больше не подкидывали свежим воском. Это очень важно. Иначе будет происходить деформация. Следующий вопрос. Цервикальный край уточняете под увеличением микроскопа? Увеличением микроскопа. Илья Кузнецов 73 он спрашивает Виталий, цервикальный край уточняете под увеличением микроскопа? Смотрите, цервикальный край это та область, за которую многие техники не сильно переживают и делают большую ошибку. Это место, которое не прощает вам просто за такого наплевательского отношения. Это то место, где доктора, если там будет зазор, вернут вам работу. они не могут померить расстояние между коронкой и культей, но только корректурой. Но если у них уступ не прилежит, это будет уже стопроцентная переделка. Что я делаю? Когда работа уже готова, я начинаю срезать, я имею в виду восковая заготовка, начинаю срезать цервикальный край под прямым градусом к культе или к уступу. И вот у меня существует три этапа нанесения цервикального воска. Первый этап, это я наношу цервикальный воск, он должен быть прогрет на воскотопке, то есть вернее на спиртовке. Я наношу его практически кипящим, горячим, обливаю весь уступ, чтобы соединить его непосредственно уже с колпачком. Вторым этапом я добавляю воск до уступа и если вы добавите воск до уступа, дайте возможность воску остыть, возьмите увеличение и вы увидите как минимум это 60-80 микрон зазор, у вас воск от уступа отойдет. Это говорит о том, что если вы примените увеличение, вы всегда возьмете и третьим этапом еще раз проплавите цервикальный воск и выйдете за уступ. Выйдя за уступное пространство, теперь у вас стоит дилемма. сам по себе уступ это край и многие зубные техники делают этот уступ глубоко выраженным и начинают коронку, которая может иметь неправильный контур. Если мы говорим о вот таком контуре, это негативный контур. Если мы говорим о толстом широком контуре, это позитивный, а мы должны выбрать с вами нейтральный контур. моделирование пришеечной области это искусство. И самое главное, вы должны понимать, будете выпрессовать работу, у вас есть определенная толщина для пропрессовки. Значит, вы работать должны немножко с позитивным контуром, идти на увеличение цирвикального объема, что потом его приполировать уже после прессования под увеличением. когда вы начинаете моделировать под литье, вы должны обязательно создать определенную циркулярную гирлянду, которая относится к нейтральному контуру, и не к негативному, и не к позитивному. То есть это такой нейтральный контур, который как бы продолжает ваш корень от уступа. Это самое важное. И вот когда техники сводят к уступу воск на ноль, мы практически знаете, делают из него такой острый как нож. Это значит гарантированно 300 микрон не прольются. Я всегда заставляю техников делать гирлянду. Цервикальную гирлянду по всей окружности моего колпачка. Потому что если только у вас будет толстый край, у вас гарантированно туда прольется металл. И вот тогда вы можете уже на металле под увеличением работать с металлом. А на воске я считаю что конечно увеличение должно быть хотя бы 3,5 крат. Этого вполне достаточно. Но 5 крат еще лучше. В этом случае я советую техникам конечно пользоваться какой-то оптикой. Это бинокулярные очки. Да, может быть лупа которую вы примените дает вам тоже достаточно хороший так сказать результат. можно использовать вот у меня бинокулярные очки фирмы Сваровский я замечаю что я могу с ними находиться при том увеличение 3,5 я могу в них находиться часами и у меня нет усталости но я сейчас стал замечать вот сейчас же делать нечего сидишь в лаборатории корона везде тебя пугает ходишь дом работа дом работа и я начал опять техничить так мне нравится ко мне вернулся мой доктор Антиной Павлович в сумелиде и я с ним сделали мы сейчас трудимся над топалами и я получается что начинаю работать и я понимаю что у меня появилось в работе фокусное расстояние теперь я уже ближе приближаю раз и на этом расстоянии я уже могу наносить определенную ну или контролировать определенную какую-то толщину цервикального воска увеличение должно быть кексидного техника в наше время обязательно дорогой Виталий Валерьевич у нас есть следующий вопрос как вы делаете колпачок под МК чтобы не было баланса какими восками пользуетесь смотрите если вы работаете с воском баланс вам обеспечен я вам рекомендую запастись когда вы уже отмоделировали вашу конструкцию просто ледяной водой ничто так не снимает напряжение и не показывает ваш истинный баланс как вы снимаете вашу конструкцию и бросаете ее в ледяную воду до того что имейте кубики льда может быть даже у меня там перчатка сейчас в морозилке я попрошу техников принесут вам покажут что мы перчатку потом разрываем бьем молотком у нас остается лед этот лед надо кидать в колбу потому что в этой колбе получается будет у вас ледяная вода вы берете восковую заготовку и бросаете ее непосредственно в воду она полежала там 10-15 секунд вы достаете сажаете на модель и у вас уже появляется вот этот баланс вам нужно распилить обычно мы это делаем нитку завязываем узелок и ниточкой распиливаем восковую заготовку оп каркас сел на место но теперь образовалась щель в эту щель желательно заполнить или воском который не дает вам баланса это простые плашки на которые крепятся зубы ну съемные зубы гарнитурные вот он всегда остается мягким капайте его в эту щель это будет теплая сварка если вы возьмете холодную сварку для этого подходит конечно паттен резин вы можете капнуть в эту щель паттен резин будет холодная сварка баланс у вас вернется если вы кинете эту работу в воду может быть у вас сейчас сидит хорошо но я проклеиваю литниковую систему потом отрезаю литниковую систему полностью от моста и литниковую систему и мост по отдельности бросаю в ледяную воду когда я сажаю мост у меня опять появляется баланс потому что я прогрел его пока клел литники и вот в данном случае вот этот баланс я опять распиливаю досаживаю коронки может быть где-то подливаю по уступу воском в увеличении и вот я сейчас начинаю прикладывать литниковую систему а вот мои спилы они не совпадали они немножко уходили в сторону и я приклеил один литник одно соединение я начинаю охлаждать воздухом потом приклеиваю второе соединение охлаждаю воздухом этому меня учил мой учитель Ральф Дезаларс это такой человек который относился к восковому моделированию как просто к искусству он никогда он всегда приклеит один литник раз сидит его в академии и охлаждает я говорю Ральф как так а он говорит если все приклеишь поведет это не имеет смысла поэтому мы с вами должны каждому соединению теплого воска относиться как к тому что заведомо деформирует вашу конструкцию я честно вам скажу я любил раньше курс который назывался от воска до керамики потому что там применялись самые протяженные мосты вот допустим там 10-14 единиц мы отливали на этом курсе с зубными техниками сейчас вот последний раз я отливал его год назад в Улан-Удэ в Бурятии с ребятами когда проводил для них курс от фирмы контакт именно по металлокерамике и поверьте жалко что они сейчас спят меня не слышат я передавал им привет большой и поверьте что в данном случае у нас получилось отлить конструкцию без баланса я отмоделировал все на воске снял напряжение потом я им сказал ребята нужна ледяная вода они принесли воду из-под крана я говорю нет это январь принесите мне снег они принесли снег с улицы но я первый раз видел снег перемешку конечно с знаете очень много гари ну они топят углем и черный снег мы насыпали снега бросили мост и у нас получается пошел баланс и вот я спиливал досаживал распиливал досаживал и когда на воске я достаю из ледяной воды мост сажает что у меня нет баланса я просто взял модель и отдал литейщику местному литейщику который никогда не отливает этот мост и ему сказал концентрацию вот здесь встает вопрос вы поработали сейчас с воском но вашу конструкцию загубит литейщик и я сказал отлейте мне в коронке 90% можно 100% а мост вот именно рубашку отлейте 50% литейщики стояли смотрели на меня минуту мне говорят это что такое я говорю это двойное расширение мы так не работаем я говорю придется потому что 100% будет баланс то есть я делаю внутреннее расширение для корона ко дну а наружное расширение для опоки для моста другое потому что металл расширяется и то что я сделал на воске если просто отдать и отлить как попало то все и они бедные я бы не хотел быть на их месте сделали приносят мы сажаем баланса нет я спрашиваю как вы сделали они говорят двойным расширением представляете это же круто то есть получается что для каждого зуба существует свое расширение расширение для нижних резцов при малярной группе и маляров должно быть разное чем больше внутренний объем вот допустим маляр тем меньше концентрация чем меньше внутренний объем тем больше концентрация бывало такое что я паковал подкову тремя расширениями для резцов для прямоляров и еще можно делать для паковки на курсах мы это делали и конечно такие работы сажаются это нормально жалко конечно что сейчас практически курсы но они просто невозможны многие техники бы смогли бы ну свои навыки здорово повысить спасибо вам за такую полезную информацию следующий вопрос будет об этом какие особенности у восков для моделирования полной анатомии вот смотрите вот у нас существуют определенные воска которые мы можем с вами использовать мне очень нравится воска который относится к экклюзионному компасу потому что ну это моя фишка я когда моделирую каждый бугор функционально по своему цвету я начинаю ну скажем так постоянно повторять гоматологию желтый бугор значит там латера протрузия я должен открыть оба замка и направить верхнюю раму чтобы проверить это движение это как бы движение нижней челюсти вперед и в сторону и вот каждый из этих восков должен быть очень качественной нужно подобрать эти воска чтобы они для пресса не давали вам залу ребята у меня прессовали вот из другой лаборатории приезжали мои друзья когда-то я даже их учил они сейчас выросли в очень хороших специалистов это лаборатория АБЦ клиники и вот ребята посмотрели и сказали ну блин у тебя грязный муфель получается что вот тот воск который мы используем для коронок и мостов он все равно дает залу но тот воск который мы используем для пресса он должен быть других свойств он должен быть беззольный потому что если он будет выгорать золой то он будет вам пачкать стенки и потом будет на самом фарфоре внутри у вас потом черные точки это первое свойство второе свойство есть воска которые допустим должны хорошо сканироваться. Вот если я делаю какой-то мост, и этот мост нужно потом перевести во фрезерованный или напечатанный, я буду стараться отмоделировать его сначала на воске, в артикуляторе. То есть я проверю движение, добьюсь триподов, буду стараться как-то думать на тем, как привести бугор-фессуру, расположить контакты. И в этот момент мне встает вопрос, что я должен этот воск теперь на модели отсканировать и потом его уже выпилить. Значит, получается, таким образом я должен использовать воск, который, вот, кто-то уже много раз все это слышал. Ах, только никому не рассказывай, как говорит Леопольд Руслан. Это наша тайная информация, да. Вот, и этот воск, он должен быть, и чаще всего он серый. Вот я люблю беговские воска, серые, потому что они идут как бы сканирующие. Есть воска, которые, ну, такие, знаете, моделировочные. Я потом встретил воска, которые получили какую-то внутреннюю добавку в виде ароматизатора, что тоже немаловажно. У нас в лаборатории, если честно, ну, ландыша мало материалов пахнет. И чаще всего эти материалы, они достаточно зловонны. После работы с ними у техников начинаются аллергии, там, какие-то еще псисоматические невставания. Поэтому мы хотя бы берем ароматизированный воск фирмы Бега и, получается, можем выбрать запах, аромат. И это, конечно, вот, как вам воска Шулер? Отлично! Но посмотрите, что у меня за фон. Это фон Бег Гоу. Значит, мы пользуемся восками Бег Гоу. Это... Мне очень нравится Шулеровский воск, который погружной. Но он достаточно мягкий. Я в него обычно, в Шулеровский воск, добавляю чуть-чуть воска, который раньше использовался в виде, как шоколадная плиточка для телескопов, чтобы твердый, экстра-твердый, немножко его сделать тверже. А также очень хорошо... Вот у меня сейчас Сергей просит Шулеровский воск пришеечный. Я говорю, ты это что сейчас сказал? 22 года я покупаю цервикальный воск Беговский. Если я сейчас перестану его покупать, завтра фирма снимут его с производства, послезавтра они закроют эту линейку. И все. То есть, получается, мы должны продолжать покупать то, что покупаем. Под нас это производят. Поэтому я продолжаю покупать цервикальный воск. Он находится в стадии еще ребячества, когда он начинает экспериментировать. Вот этот воск хороший, пацаны сказали. Этот воск хороший. Я уже такой старый, 24-летний зубной техник, который, в принципе, ему воск, фирма, значения не имеют. Поверьте, что есть уже определенный опыт. Мы с вами... Вот, цервикальный шулер, это есть хорошо, да. Мы с вами можем сделать работу с любым воском, ибо она будет качественной. Для этого нужны просто навыки, просто знание, опыт. Поэтому я рекомендую, и в мою лабораторию поставляются, конечно, только воска определенных фирм, которые есть у моего менеджера. Поэтому я передаю ему привет. Если он сменит свою линейку, значит, мы перейдем на другие воска. Но сомневаюсь. Спасибо, дорогой доктор. Следующий вопрос у нас такой. Какие особенности моделирования цервикальной зоны, зоны уступа? Как технику добиться точностью? Вот здесь самое главное. Чтобы зубной техник научился пользоваться двумя важными. этапами. Первый этап. Это рисовать цервикальный уступ карандашом, а второй этап покрывать его ниже уступа с закрепителем гипса. Вы знаете, что лак сам по себе не решает ничего. Он вам дает дистанцию. А вот когда вы берете инструмент, вы всегда шкребете им в районе уступа. Я замечал, что мои техники в момент, когда пришлифовывают острым инструментом гипс и воск, очень часто его укорачивают. Мы отливаем такую коронку. Вроде бы сидит хорошо, приносит. О, классно. Отливает. Берем контрольку, а на контрольке уступ дальше. Я говорю, что это такое? То есть получается, что мы с вами в районе уступа должны использовать трехэтапное нанесение воска. В три этапа это обязательно. Потом мы должны с вами брать. Ни в коем случае нельзя работать лекроном, острой режущей поверхностью. Это запрещено. Потому что вы, когда режете воск, вы в этот момент начинаете убирать гипс. Профессор Мешкин заставил меня в свое время взять и заточить деревянную палочку. Для того, чтобы я деревом работал в районе гипса. Потому что, говорит, дерево не убирает гипс. Гипс тверже. Соответственно, металлом можно работать только обратной частью лекрона. Вы это можете найти в этой книге. Я очень извиняюсь, дорогой доктор. У нас уже один час будет. Для этого через 40 секунд мы будем заканчивать этот промой эфир. Через два минут будем начинать новый промой эфир. Через два минут будем начинать новый промой эфир. Вы можете отсюда именно продолжать. Уже у нас заканчивается. Потому что один час после... А кто будет следующим в вашем прямом эфире? Вы будете. Опять я? Да, да, да. У нас вопросы есть. Это не один час будет. Просто у нас где-то 3-4 вопроса осталось. Просто здесь нужно технически уже заканчивать. 10 секунд осталось. Через два минут мы будем заново прийти на промой эфир. В БГФан здесь. Пока. Договорились. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok